Карачао-Черкесия начал свою работу в волонтерский штаб «Волонтеры Конституции». Как мы говорили ранее, в Черкесске и других муниципальных районах республики будет вестись работа по информированию населения о вносимых поправках. Подробности у Руслана Джукаева. 15 июня волонтерский корпус «Волонтеры Конституции» начал свою деятельность. Работа корпуса направлена на информационное освещение вносимых изменений в Конституцию Российской Федерации, которая была утверждена в 1993 году. С сегодняшнего дня на 11 объектах города Черкеска, а также дополнительных еще 8 объектах по республике начинают работу свою информационные точки «Волонтеры Конституции». У нас есть несколько очень важных направлений, одно из которых – это информирование населения о том, что 1 июля состоится голосование на избирательных участках, а также о том, какие же поправки в Конституцию у нас вносятся. На информационных точках будут работать волонтеры штаба. Для всех желающих они будут рассказывать о главных вносимых поправках в Конституцию. Также граждане могут получить информационный флайерак, где подробно рассказано о каждой поправке. Волонтеры Конституции уверены, что поправки важны и имеют большое значение для дальнейшего развития нашей страны. На данный момент создается история нашего государства. Мы, волонтеры, хотели внести свой вклад, а также стать частью истории нашего государства. В чем заключается задача волонтера? Да, задача волонтера, наша работа заключается в информировании населения о том, что 1 июля будут проходить выборы Конституции, а также, куда и с чем приходить на выборы. Мы информируем людей, какие именно поправки будут вноситься в нашу Конституцию. Работа информационных точек продлится до 1 июля включительно. Также с 24 июня начнется процесс голосования на дому для пожилых и маломобильных граждан. Все будет проходить в соблюдении всех мер защиты. У нас волонтерский состав разбился на две группы. Одна из них занимается информационной работой на данных точках, другие занимаются обзвоном людей через приложение «Мы вместе», для того, чтобы упростить процедуру голосования для тех, кто не может прийти на избирательный участок. Подробнее о предлагаемых поправках вы можете узнать на официальном государственном веб-ресурсе конституция2020.рф Руслан Джукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.